С вами вновь утро по-домашнему и томимые жажды познания Евгения Даровская и Юрия Варламова. Женя, я как раз тебя хотел спросить, точнее попросить принести водички. Ну да, сейчас отведем это дело и за водой. Для зрителей у меня есть масса полезной информации, что пить, чего не пить в жару. Солнце уже пригревает, влага испаряется и вот чем ее восполнять, нужно хорошенько разобраться. Что-то совсем в горле пересохло. Ладно, попытаемся вам рассказать, что ждет вас в этом выпуске. Известно, что занятия спортом усиливают обезвоживание организма. Бросайте это гиблое дело, берегите воду, не повторяйте за нашей народной зарядкой. Вот раньше было лучше. Нет, это не стариковское брюзжание, просто соки 50 лет назад точно были натуральными. Не то, что сейчас. Без кваса летом в России никуда. Как не наткнуться на подделку? Безопасен ли квас из бочек? И есть ли разница, из какой тары пить? Узнаем у нашего гостя. Организму требуется вода, а женскому организму требуется красота. Пейте, смотрите и хорошейте. Ну, сейчас пока еще не очень жарко. Мы теряем от 2 до 2,5 литров жидкости в сутки. Но по мере увеличения температуры будет и 3, и 3,5, и даже говорят 4. Ученые постоянно пугают нас, заявляя, что при потере 2 литров снижается умственная активность. Снижается. При потере 3 начинается головокружение, а 4 литра, что ты думаешь, чреваты приступами сердечными и обмороками. Может так же. И ведь мы им верим, не правда ли? А что еще остается? Ведь измерить это дело никак. А еще говорят, что еда может восполнить уровень воды в организме на треть, а напитки на целых 2 трети. Поставьте рядом с собой водичку, сделайте нашу народную зарядку, а потом обязательно восполните испарившуюся влагу. Случайно проходила мимо, позвали ребята, пришлось поучаствовать. Отжимания по утрам, подтягиваться, все в этом роде, гантели. Танцы в битспорт, это тоже битспорт. Мы представляем нашу народную зарядку. Мы несем здоровье в массы. Наша зарядка пройдет возле памятника сеятелю. Она будет в стиле дэнс-холл. Приступим. Просто качаем коленями. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отсюда. Правая, левая. Правая, левая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спасибо всем, что приняли участие в нашей зарядке. Все молодцы. Спасибо большое. Барнаула, однозначно, спортивные горы. Юр, ты когда-нибудь пытался в жару утолить жажду соком? Ну, естественно, после 2 литров я наедаюсь, а вот напиваться не очень получается. Само собой, потому как сок это из концентратов, обязательно с добавлением сахара, даже если об этом не говорят на этикетке. Такой напиток жажды уж точно не полезен. Вот они соки. Слушай, а морсы, они полезны? И с морсами та же история. Морсы тоже бесполезны, особенно магазины. Ну, если ты, конечно, это не делаешь сам, ведь можно сделать морс домашнего приготовления. Смешать воду со свежей ягодой. Главное сахара не добавлять. И вот такой напиток жажду точно уторит. Хороша в этом году черная смородина. Она содержит много витамина С, укрепляющего здоровье человека. Крупная, однако, дною созрела Виктория. Со сбором ягод нельзя медлить. Убрать их быстро, значит сохранить не только все целебные свойства, но и вкусовые качества. Урожай сада поступает в производственные цехи станции. Здесь приготовлены витаминные варенья и джемы. Весь процесс происходит под контролем лаборатории. Очень полезны, особенно для детей, витаминные соки. Из года в год их выпускается все больше и больше. Температура за окном все повышается. И совсем скоро нам не обойтись без необходимого в жару напитка кваса. Но нередко в магазинах под видом кваса продают обычную подкрашенную газировку. О том, как отличить по-настоящему качественный продукт от подделки, мы сегодня говорим с директором по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Блоксов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Ну, прежде всего, скажите, пожалуйста, может ли квас соперничать по жажда утолению с водой? Вообще, несмотря на то, что традиционно в квасе есть сахар, ну, это понятно, потому что процесс брожения происходит только с наличием сахара, он отлично справляется вот с этой функцией жажда утоления в жару. И, соответственно, пользуется большой популярностью у людей летом. Ну, очень часто мы видим, что куча этих бутылок на полках. Как правильно отличить подделку от настоящего кваса? Вы знаете, действительно, есть такая проблема. Многие, покупая бутылочку кваса, думают, что это квас, а это оказывается так называемый квасной напиток. Что нужно в этом случае делать? Самое главное – это посмотреть на этикетку, то есть поизучать немножко состав данного напитка. Какие бы я дал здесь советы? Что должно быть в этом составе самое главное? Самое главное – там должны быть дрожжи или какие-то молочнокислые бактерии, которые как раз и дают процесс брожения. То есть квас – это все-таки продукт брожения. Следующий момент – не должно быть никаких ароматизаторов, красителей, консервантов или стабилизаторов. Этого всего в квасе не должно быть, мы это прекрасно знаем. Вот, кстати, зачастую пишут ароматизатор квасной, скажем. И это уже говорит о том, что вместо, скажем, квасного сусла, вместо дрожжей здесь просто используется ароматизатор. Вот мы все знаем, как готовить квас в домашних условиях, множество рецептур, классических в том числе. А как его делают в условиях производственных, большого производства? Мы производим живой квас, натуральный квас. Поэтому, скажем так, наш процесс производства, он не сильно отличается от домашнего производства. Только вместо трехлитровой банки у нас, скажем так, большие танки для производства кваса. Процесс достаточно несложный. То есть сначала варится сахарный сироп, то есть вода-сахар. Далее это все купажируется с квасным суслом. Добавляются дрожжи. И все это отправляется в специальные танки на брожение. Сколько это бродит? Трое суток это все бродит. И потом уже готовый продукт поступает либо на розлив в бочки наши знаменитые квасные, либо проходит процесс пастеризации и фильтрации и идет на розлив в пэт-тук. Трое суток за рулем нельзя? Можно. Можно. Все нормально. Там доля этанола очень низкая. Александр Сергеевич, мы видим летом, что появляется очень много вот этих бочек квасных. Много говорят о качестве того кваса, который там внутри. Можно ли его покупать? На что обращать внимание? И действительно качественный ли там напиток? Вы знаете, сам факт того, что количество этих бочек с каждым годом растет, говорит о том, что потребитель относится к нашему продукту лояльно и уверен, что там достойный продукт. Безусловно, мы с нашей стороны делаем все для того, чтобы продукт соответствовал тем нормам и требованиям. То есть лаборатория проверяет перед розливом в бочке квас по, скажем, наличию всем критериям. И если он соответствует, то происходит розлив. И второй момент, самое главное, это бочки проходят многостадийную очистку и мойку. Вот, это все добавляется острым паром, проходит, и, соответственно, полная дезинфекция. Здесь вопросов никаких быть тоже не может. Ну, вообще, что касается формы, бочки, бутылки, кеги, там, что еще есть, не знаю. Есть ли разница, из чего пить? Вы знаете, разница есть по той простой причине, что тарированный квас, он фильтрованный и пастеризованный. Соответственно, это несколько влияет на вкус. То есть фильтрация, она убирает часть оставшихся дрожжей, а пастеризация, это температурой, скажем, опять же, удаляются некоторые дрожжи. Соответственно, увеличивается срок хранения. То есть такой естественный процесс увеличения срока хранения. Это все немножко влияет на вкус, кому как нравится. Кому-то нравится в PET, кому-то нравится в кеги, вот, то есть на любителя. Спасибо вам огромное. Я думаю, теперь мы все будем выбирать качественную продукцию. Мы беседовали с директором по стратегическому развитию и управлению одного из крупнейших предприятий по производству алкогольной и безалкогольной продукции в Бранауле Александром Локтевым. Добрым этот мир будет, добрый мир почти счастье, добрый мир раз и навсегда. На плакате Пусть горят звезды в свете фонарей, а уже пусты дороги. Такой теплый вечер нам подарит лето, и не надо слов. Все расскажет сердце странно, а мы ведь уже не дети. Но все так же мы продолжаем верить. Если звезда упала, то загадаем желание. И уже сейчас оно начнет сбываться еще не раз. Мы потом вспомним, как мечтали с тобой этой ночью. И я знаю, в этом есть счастье. Помолчать вдвоем о самом главном. А мы как дети, снова веря в чудо. Да пусть это глупо, но оно будет. Ты в своих глазах, я нашел ответ. Ты в этой сулитете, ты в сене моменты. А мы как дети, снова веря в чудо. Да пусть это глупо, но оно будет. Ты в своих глазах, я нашел ответ. Ты в этой сулитете, ты в сене моменты. В сене моменты, они не повторятся. И конечно важно, то что было раньше. Зачем гадать на кофейной гуще? Ведь мы сами строим наши судьбы. Давай с улыбкой подумаем о прошлом и оставим. Там только хорошее, сколько их было. Этих лучших кадров в фотоальбоме. И хранит память так приятно. Пролистать страницы с первой встречи. Ничто не изменилось, все так же. Смотрим в глаза в глаза, все так же. Все как и в первый раз. И я не знаю, сколько еще будет. Часто бывает, главное одна минута. И пока ты рядом, и пока я рядом. Мы одно целое, давай ценить каждую. А мы как дети, снова веря в чудо. Да пусть это глупо, но оно будет. Ты в своих глазах, я нашел ответ. В этой суете ты цени моменты. А мы как дети, снова веря в чудо. Да пусть это глупо, но оно будет. Ты в своих глазах, я нашел ответ. Если в этой суете ты цени моменты. Знаешь, что я сейчас хочу? Вот сделать звонкий пшшш, открывая газировочку. Юрочка, ты как грамотный человек, еще и телеведущий, должен понимать, что эта пшшш и газировочка для твоего организма совершенно бесполезна. Почему же? Она же влажная, она холодная, жидкая, наконец. Реклама вводит всех нас в большое заблуждение, заставляя поверить, что газировка способна утолить жажду. Да будет всем нам известно, все, что содержит сахар, диетологи к напиткам не относят. Это считается едой. Ты когда-нибудь пробовал напиться едой? Ну, в общем, было дело, как-то на вечеринке пробовал выпить тарелку салата, не подрассчитал. Юр, ну, я все о тебе так и думала. Ко всему прочему, сахар только усиливает жажду, а искусственные подсластители долго держатся на языке и тем самым только усугубляют положение. Вот Маргарита Белова знает, как приготовить вкусный и полезный напиток. Может, ты не совсем жажду утолеешь? Вот худеешь ты себе, худеешь, правильно питаешься. Не пьешь газировки сладкой, не пьешь, друзья. А ведь так хочется иногда вкусных газиков попробовать. Есть выход из этой ситуации. Без консервантов, без улучшителей вкуса можно сделать домашний лимонад. И поможет нам в этом Андрей Сапсаев. Привет. Привет. Это президент Ассоциации барменов Алтайского покрая и просто человек с большой алтайской душой. Чтобы приготовить облепиховый лимонад, возьмите 200 мл содовой, 25 мл сахарного сиропа, 10 мл лимонного сока, 30 г свежемороженной облепихи, 10 г свежего огурца. Приготовим сахарный сироп. На деле все очень просто. В равных пропорциях смешиваем до полного растворения сахара и горячую воду. Лимон кладем в бокал, выпускаем сок с помощью мадлера. Дома возьмите так называемую в простонародье толкушку. Потом в бокал добавьте несколько кружочков огурца и облепиху. Добавляем минеральную воду, сахарный сироп и немного льда. Лимонад готов. Второй рецепт нашей программы – это смузи клюквины. Для смузи нужно взять 70 мл кваса, 50 г клюквы свежемороженной и 100 г моркови. Клюкву, морковь выложите в блендер, добавьте квас и стакан льда. Взбейте до однородной массы. Готовый напиток перелейте в бокал, оформите ягодами и кружочком моркови. Держите себя в форме, присылайте свои рецепты на наш сайт нашеновости.тв. Мы желаем вам с Андреем полезного аппетита. До новых встреч. Ну что ж, одним из лучших жажды утолителей традиционно считается чай. Чтобы напиться, его требуется на треть меньше, чем воды. Неважно, холодный, горячий, тёплый. Ну а за утренним чаем предлагаем полистать вам свежую газету. Помните, какие сенсационные открытия случаются, когда реставраторы убирают слой старой штукатурки, а там... Про одну такую сенсацию рассказывает газета «Наш» на Валтайск. Правда, открытие произошло в Валтайском районе. Здесь, в здании бывшего училища по слоям штукатурки, нашли настенную живопись, по сюжету которой Сергей Радонежский благословляет Дмитрия Донского на подвиг в Куликовской битве. Оказалось, что Панно когда-то рисовала местная учительница. На создание картины у неё ушло 4 месяца. Новый путь Поспелихинского района рассказывает историю о том, как житель Поспелихи чинил убувь известной актрисе Римме Марковой. В советские времена была традицией устраивать творческие встречи солдат с популярными артистами. На одной из таких оказался рядовой Павел Пеленичко. В разгар концерта перед выходом Риммы Марковой его позвал замполит и дал приказ отремонтировать каблук на туфле артистки. Опыта не было, но помогла смекалка. Павел вбил большой гвоздь, острие откусил плоскогубцами, а сверху наклеил картонку. Концерт Маркова отвела на одном дыхании. Кстати, нога артистки оказалась 43-го размера. В Тюменцевском районе, как и везде, готовятся к школьным каникулам. Но, судя по всему, детям района отдыхать будет некогда. Как сообщает газета «Вперёд», для школьников откроется книжная больница, где дети пройдут мастер-классы по ремонту книг. А также состоятся экологические мероприятия ко дню птиц и будет организована волонтёрская работа в помощь одиноким пенсионерам. И всё-таки, что ты мне не говори, вот лучше обычной воды лучше быть ничего не может. Вот особенно даже с газом. Ну, хотелось бы поспорить, но даже здесь не буду. Даже насчёт газа. Он усиливает слюноотделение и помогает быстрее справиться с жаждой. Но чтобы усилить эффект, в воду хорошо бы кинуть ломтик лимона или несколько кислых ягод. И, конечно, общеизвестный факт, что регулярное восполнение воды в организме помогает справиться с лишним весом и ранними морщинами. В общем, если красота требуется, пейте воду в любой непонятной ситуации. Начинаем мы наш макияж обязательно с очищения. Даже если вы недавно вышли из душа, вся такая свежая, я советую почистить личико мицеллярной водой и после этого нанести увлажняющий крем. Мы используем три уходовых средства. Это увлажняющий крем на всё лицо, увлажняющий крем в зону вокруг глаз и обязательно бальзамчик на губы, чтобы подготовить губы к устойчивой помаде. У тебя очень хорошая кожа, её не обязательно сильно перегружать на мою крем. Самое большое цветовое пятно находится у нас вот здесь, вот около носика и опускается вот сюда. Поэтому больше всего консилера ты должна наносить вот сюда, а остатки потом растушевывать. Начинаем с бровей. Первым делом мы их обязательно зачешем, зачешем пер. Они у тебя очень красивые, густые брови, прям модные, модные. Мы не рисуем прям брови на коже, чётко вырисованные брови, это уже не модно. Они должны быть максимально натуральные, мохнатые. Визажист рекомендует, если вам нужно добиться максимальной стойкости макияжа глаз под сухие тени, нанесите слой кремовых, в тон кожи. Для делового выхода выбираем натуральные оттенки, от светло-бежевого до цвета тёмного шоколада. Переходим на скулы, подчёркиваем их рельеф, а на яблочки наносим румяна. Завершит образ яркая матовая помада. Носим сначала в серединку, а потом крадёмся к уголкам, приоткроем чуть-чуть. Причём я не делаю очень жёсткий, чёткий контур. Пусть вас мучает только жажда жизни. Да, действительно, впитывайте её жадно до последней капли. Но и не забывайте при этом пить воду. Это было утро по-домашнему? Увидимся завтра. До свидания. Пока. С новостями на этот день, 28 марта, в студии Василий Морозов. Здравствуйте. Первый укус калеща зафиксировали в Быстроистокском районе. В Краевом управлении Роспотребнадзора отмечают, что сезон активности кровососущих в Алтайском крае в этом году начался, как и в прошлом, в конце марта. Пик активности насекомых прогнозируют в мае. Особенно осторожными нужно быть в окрестностях Рубцовска, Бийска, а также в Черышском, Алтайском, Солонешинском и других районах. Хотел сэкономить, а в итоге пришлось переплатить. В Заринске руководитель комбината строительных конструкций нанял на работу трёх граждан Узбекистана, которые нелегально находились на предприятии. Обнаружил их целый отряд правоохранителей из разных силовых ведомств во время проверки комбината. За каждого незаконного Узбека руководителю фирмы были выписаны штрафы на общую сумму 231 тысячи рублей. Тигунский марафон пройдёт сегодня в Алтайском крае. Главная дистанция составит 30 километров. В посёлок Тигун Заринского района съедутся около 300 спортсменов. Есть даже пенсионеры, которые посоревнуются в прохождении дистанции в 5,5 километров. Помимо алтайских лыжников, о своём участии заявили гости из Новосибирской и Кемеровской областей. Желаем вам продуктивного дня. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!